В самом центре города, чуть позже полудня, за человеком, вооруженным ножом, гнались сотрудники патрульно-постовой службы. Первая попытка задержания не удалась. Размахивая ножом, мужчине удалось вырваться. Его скрутили и одели наручники, когда он выбежал на проспект Чуй, прямо напротив здания Джугар-Куки-Неша. Тут же подъехала машина патрульного экипажа. По словам гражданского активиста, бывшего сотрудника правоохранительных органов Аската Усмонова, он чуть не сбил убегавшего от милиционеров мужчину, когда он выскочил прямо перед его автомобилем. Бешкекчанин не растерялся и оказал помощь правоохранителям задержать агрессивного молодого человека. Я сам ехал по улице Чуй, перекресток Палагмененко, вижу молодой человек с ножами в руках и камнем. Выбегает на улицу, прямо на дорогу. Я притормозил, чуть не сбил его. В это время подбегает один гражданский человек, на него тянет его за одежду, и он падает на землю. Я тоже выбегаю, сразу видно, что человек неодвигматный руками. Я видел, что метров десяти сзади бежали эти сотрудники. Я тоже выбегаю и скручиваю его. По словам Усмонова, он видел, как из-за возникшей угрозы для жизни людей, один из милиционеров уже был готов применить табельное оружие. Выяснилось, что перед этой ситуацией задержанный по непонятным причинам напал с ножом на пассажиров троллейбуса. Вовремя среагировала его водитель Светлана Тургумбаева, которая остановила машину напротив несущих службу сотрудников патрульной милиции и позвала их на помощь. Он матерился. Тут сидел мужчина и сказал ему, зачем ругаешься. Тот начал еще хуже. Снял куртку, а у него в руке оказался нож. Он пошел с ним к этому мужчине. Люди, находившиеся здесь, стали убегать. Мужчина тоже встал, побежал назад. Я поехал быстрее. Смотрю, на пешеходе у площади милиционеры стояли. Я остановилась и крикнула им, что у меня в салоне один пассажир другим ножом угрожает. Когда милиционеры зашли, он попытался одного из них пырнуть, а потом резко выбежал. После я увидела, что у одной женщины шла кровь. Меня все трясло. Еле доехала, потом до конечной и выпила лекарства. Совершенно случайно поблизости оказался и заместитель министра внутренних дел Алмаз Розалиев. Его помощник, полковник милиции Марат Джусупов, также присоединился к погоне. Как оказалось, без стрельбы не обошлось. Я как сотрудник милиции, что я не буду смотреть. Я пошел тоже оказать помощь. И пришлось, вот немного руку поранил. Ну, в конце концов, мы задержали и сейчас сдали 102. Когда я зашел в салон, я сказал ему бросить нож, он не послушал. Стал на меня с этим ножом нападать. Я выстрелил в воздух, он побежал, я за ним. Погоню увидели оперуполномоченный РОВД Первомайского района и тоже побежали. Вместе нам удалось задержать его на пересечении Лагвиненко-Чуй. В ходе задержания один сотрудник службы криминальной милиции ГУВД Первомайского района получил ножевое ранение руки. По словам милиционеров, задержанный создавал впечатление не совсем психически здорового человека. Он был доставлен в ГУВД Первомайского района и передан в следственную службу, где он представился 27-летним уроженцем Чуйской области. Факт был зарегистрирован по статье «Хулиганство». Подробности в милиции обещали сообщить позже.